Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди. И добро пожаловать в новое агрессивное видео. Сегодня нам с тобой необходимо обсудить многое. Именно поэтому я вернул свое старое интро. Потому что сегодня у меня есть для тебя агрессивное важное сообщение. Особенно это важно для всего сообщества Ripple XRP и биткоина. В декабре 2020 года комиссия по ценным бумагам и биржам США начала судиться с Ripple XRP. Процесс оказался таким долительным, что даже мой интерес к нему, да и к самому Ripple успел остыть. Да, я хотел и хочу победы Ripple XRP над SEC. Она станет очень важной для всего криптовалютного пространства. Но так случилось, что спустя два года после начала дела Ripple и SEC я уже хочу совсем другой победы. Если ты понимаешь о чем я. Тем не менее, сегодня я увидел это и сразу понял, что должен поделиться этой информацией с тобой. Бум! Суд отклонил ходатайство комиссии по ценным бумагам и биржам США об отказе от раскрытия внутренних документах в рамках дела против Ripple. Срочные новости. Судья отрицает претензии комиссии по ценным бумагам и биржам США. Внутренние документы комиссии по делу Ripple должны быть представлены и опубликованы. Ты осознал, что только что произошло. Это самый большой прорыв в деле на сегодня и он в пользу Ripple XRP. Именно комиссия теперь должна защищаться, а ее руки связаны. Они пытались уничтожить Ripple, этого зверя, который сейчас готов вырваться из клетки. Ripple XRP вот-вот получит от Сюди зеленый свет и станет первой в мире регулируемой официальной криптовалютой. Мы говорили о четырехлетних циклах и они, возможно, до сих пор работают для биткоина. Но в случае с XRP все по-другому. Макроэкономические показатели глобальной экономики отвратительны. Только вчера мы получили самые рекордные цифры по инфляции за последние 40 лет. А сегодня я увидел этот пост. Мы видим, что доллар растет практически до луны. Биткоин-максималист Дэвид Эллис пишет, что это большая проблема для ФРС США. Из-за этого у них возникнут проблемы еще хуже, чем просто инфляция. Что-то в системе скоро сломается. Я не уверен, что именно, но знаю, что мы приближаемся к решающему моменту. Мы уже видим, как евро переживает тотальный коллапс, он стал дешевле доллара. Акции переживают крах. Криптовалюта тоже падает. Люди банкротятся. Даже криптовалютные фонды банкротятся. Вчера, к примеру, очередная криптокомпания Celsius объявила банкротство. Инфляция такая высокая, что один конгрессмен в Сенате США сказал, что будет куда дешевле покупать запрещенные вещества, чем бензин. Но это не имеет значения на самом-то деле. Что имеет значение, то то, что Ripple XRP готовится получить регулятивную ясность как раз перед тем, как случится массивный глобальный финансовый коллапс. Друзья, сотни видео я снимал о том, что XRP был построен как раз для этого момента. Момента, когда старая финансовая система переживет такой кризис, что только переход в новую финансовую систему будет единственным для нее выходом. On Demand Liquidity или ликвидность по требованию, технология от Ripple XRP, вот что станет решением кризиса ликвидности, который произошел в 2008 и который сейчас снова назревает. Только куда больших масштабов Ripple XRP и On Demand Liquidity способны предотвратить это. Именно поэтому, если ты держатель XRP, ты должен быть взволнован как никогда, потому что что-то масштабное грядет для глобальных рынков скоро. Я не верю в то, что этот коллапс криптовалютного рынка, это падение и этот медвежий рынок станут крышкой гроба для всей индустрии. Нет. Я верю, что этот крах станет очисткой криптовалютной индустрии от мусора. Только ютилити токены выживут. Монеты с реальными способами использования. Криптовалюты с решением реальных, а не надуманных и выдуманных проблем. Биткоин, эфириум, Ripple XRP, Polkadot. Именно такие монеты выживут. Такие монеты переживут V-образное восстановление после этого медвежьего рынка. И восстановление будет колоссальным. Многие даже не готовы к тому, что нас ожидает. Ripple XRP долгое время сдерживали, прижимали и сжимали. Делали это так долго, что победа над сек и окончанием медвежьего рынка может стать эффектом пружины для него. Друзья, я не собираюсь разжигать вас желание покупать все подряд, а тем более Ripple XRP. Я просто хочу сказать, что чем больше падает криптовалютный рынок, тем большим быком я становлюсь по отношению к нему. Но рынок все еще находится в поиске своего дна. Об этом я сниму видео завтра. Оно будет очень интересным для тебя, поэтому не забудь прийти завтра на канал около 9 вечера по московскому времени. Но где бы это дно не было, никто не сможет предсказать его точно. А те, кто ждет еще более низких цен, могут так их и не дождаться и упустить такую возможность. Поэтому стратегия усреднения по доллару сейчас очень-очень хороша. Я видел множество анализов, в том числе и технических индикаторов, что дно уже было. Даже сигнал P-Cycle Bottom появился о том, что дно было пройдено. Но есть еще множество экономических причин, почему мы можем опуститься еще немного ниже. Однако я отношусь к этому немного скептически, потому что сейчас абсолютно все ожидают нового массивного падения. Биткоин прогнозирует даже за 200 долларов. Но обычно абсолютно все ошибаются. Поэтому я готов к обеим сценариям. Я всегда наблюдаю за тем, что делают умные деньги. И сейчас я хочу показать тебе кое-что интересное, что именно делают деньги. А они, кажется, ожидают массивный, глобальный финансовый коллапс. Информация с сайта Finviz. На этом сайте мы можем смотреть все данные по разным акциям. Такие данные, как баланс кэша, продажи, соотношение различных цен к различным финансовым показателям и так далее. Это сейчас не столь важно. Важно то, что обнаружил Брайан Брукс. JP Morgan Chase. Это самый основной американский банк. И давай заглянем в его показатели. Нас здесь интересует несколько цифр. Первое – это соотношение Cash to Share Outstanding. Оно составляет, как ты видишь, 573 единицы. Даже немножко больше. Если что, Cash – это наличные деньги. А Shares Outstanding – это все акции компании, которые были разрешены, выпущены и приобретены инвесторами. Мы видим, что у JP Morgan Chase показатель Shares Outstanding равен почти 3 миллиардам. Что означает соотношение кэша к Shares Outstanding? Этот показатель показывает, сколько наличности есть у банка на каждую акцию. То есть на каждую акцию из 3 миллиардов JP Morgan накопил уже 573 доллара наличными. Умножь 573 доллара на 3 миллиарда. Это около полутора триллионов долларов, если я не ошибаюсь. В любом случае, это огромнейшая сумма денег, которую JP Morgan не спешит никуда девать. Зачем им накапливать такой огромный резерв пассивных денег? Тем более, когда инфляция съедает их стоимость ежедневно. Возможно, они готовятся к чему-то. К глобальному финансовому коллапсу? К серии крупных банкротств и дефолтов? Мы не можем знать точно, но мы видим, что JP Morgan вместо того, чтобы выплачивать дивиденды своим акционерам, вкладывать деньги в активы, просто накапливает безумное количество наличного кэша. Они выбрали этот вариант. Но зачем? Кажется, они ожидают полнейшего трэша, после которого они и собираются вкладывать это безумное количество долларов. Еще один показатель, который нам интересен, это соотношение price to cash. То есть, отношение цены к доступному кэшу, или же P2C. У JP Morgan он составляет 0,2. Акция считается дешевой, если price to cash менее 3. Здесь же мы видим 0,2. Для сравнения, у Berkshire этот показатель составляет 15,58. То есть, у Berkshire, как ни странно, акции считаются дорогими. А у JP Morgan всего лишь 0,2. Что означает этот показатель? А то, что JP Morgan агрессивно собирает кэш. Любыми способами. Экономят, не выплачивают дивиденды, собирают наличность и делают это очень-очень жадно. Это еще одно подтверждение, что не готовятся к глобальному коллапсу и трэшу. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Если видео было для тебя интересным, не забудь поставить лайк. Я очень старался все это анализировать и поделиться с тобой своими выводами. Поверь мне, это очень-очень непросто. И мозги от этого горят со страшной силой. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok